Добрый вечер всем! Мы продолжаем чтение книги Рава Иуды Леонашки на Зи Маниту «Тайны еврея» и мы говорили о взрослении человека и о взрослении человечества. Можно сделать параллель между этими дня процессами. И уже на этом этапе Рав приводит кедраж, который говорит о двух братьях, о Якове и Исааве. Мы это прочли в прошлый раз, но вернёмся ещё раз к этому. И от руки выросли, это цитата из Гриши, Раби Пинхас от имени Раби Леви, притча о мирце и иглице. Иглице – это такой куст, у него действительно листья очень похожи на мирцевые, на самом деле это совсем другое растение. Меня интересна, у меня дочь, когда у неё была Батницева, она как раз об этом в Медраше говорила. Мы ездили в Батницеву в таком… В Израиле такое заповедник магических растений. Мы там тоже не были, но вот к Думи мне не ездили. Интересное место такое. Там она тоже относилась к этому в Медраше. И вот эти два на вид, в общем, неотличимые почти кусты, которые росли вместе, но на этом выросли ароматные листья, а на этом кавычки. А эта иглица, помимо ещё всего прочего, то, что она не пахнет так, как Медраше, но на ней ещё и колючка. Итак, это тридцать. Все тринадцать лет они оба, якобы и сам, ходили в школу и приходили из школы. Ну, понятно, что это, так сказать, никто не подозревает, что в те времена были школы, неважно, никто не спрашивает, это была халанимная, религиозная, халанимная школа. Часто встречается в Медрашах анахронизма, которые совершенно не волнуют автора Медраша, его интересует принцип. Вот росли два мальчика, и они, в принципе, были, не очень заметно между ними была разница, пока они учились, пока они взрослели. А после тринадцатого года один стал ходить в дома учения, а другой в дома идолопоплодства. Сказал, опять, трудно сказать реально, что это за дома учения. Медраш говорит нам, что были какие-то дома учения Шема и Эвера, например. То есть была какая-то древняя традиция, в которой относился, в частности, и Авраам, и Схак, и Аков, и Саус. Но нам дарабы это ничего не рассказывают, а это все Медраши. И мы единственное, что, какие только в Таре мы слышим, отзывы того, что возможно было. Известно, что у Авраама были союзники, известно, что царь Шалема, офицеры, сказано, что он священник высшего божества, то есть, в самом деле, священник Бога, в который также верил и Авраам. То есть какая-то, видимо, так сказать, и в Тарене есть намеки на то, что была какая-то конец. Ну, вот куда-то он стал ходить или учился в доме. Так или иначе, все равно это подробности, мы не пытаемся здесь установить пшат нашей Тары, а именно о чем говорит нам пример этих двух близнецов, которые изначально казались похожими, а после 13 лет выяснилось, что у них разные устремления. Сказал рабе Лазар Баршимон, человек должен заботиться о своем сыне 13 лет, а после этого он должен сказать, благословен тот, кто освободил меня от его наказания. Ну, это такое благословение, которое обычно на праздновании в больнице, на церемонии чтения Тары, когда мальчик дорастает до 13 лет, это то, что благословение, который отец говорит. Хороший подранье, но все же из-за. Такое популярное благословение. Благословен тот меня освободил от его наказания. В общем, если мы, я думаю, если мы смотрим на эту параллель как некрессивую, общий символ взросления, и хотим установить подобие между взрослением человека и взрослением человечества, мы понимаем, что до того, как человечество не дойдет до некоторого уровня, при котором оно уж будет считаться взрослым, каким-то образом его вину еще, Бог говорит, на себя. Вроде как бы несет ответственность за все, что происходит в человечестве, хотя, с другой стороны, мы говорили, он не скрылся за занавеси и не проявляется. Явным образом в нашем мире. Тем не менее, это какой-то вот мир, в котором мы живем, это промежуточный какой-то мир. Мы еще не повзрослели и полностью, так сказать, не можем даже нести ответственность за все, что происходит в мире. Но на самом деле, я хочу подчеркнуть, полностью не можем нести ответственность, потому что ребенок тоже в процессе взросления, мы его учим ответственности. Это не то, что в 13 лет она на него падает, и вот с этого момента он начинает за все отвечать. Если он не знает, что это такое, если он не понимает, что такое ответственность, если он не разбирается в том, что хорошо, что такое плохо, то есть в 13 лет он чудом не начнет не начнет все это понимать. Поэтому как бы это период обучения, и дальше про это будем говорить, но одно, может быть, маленькое замечание интересное есть, и я слышала, да, других тоже, но я обратила внимание сама, происходит какой-то перелом в 13 лет. Мальчику в религиозных семьях дарят филин, он начинает накладывать филин, иногда за некоторое время, до 13-летия, чтобы как бы к этому научиться. И это его обязанность. Никто его не принуждает, никто его не составляет. После 13 лет это его обязанность, и он ощущает это как свою религиозную обязанность. И то, что вот эта обязанность целиком лежит на нем, оно как-то сильно меняет психологию ребенка. Он вдруг понимает, что он взрослый, и что на нем лежит ответственность. Это ответственность в области между человеком и Богом, но на самом деле она распространяется и на все его другое поведение. И неожиданно человек с этого момента оказывается более ответственным во всех остальных областях тоже. Просто мое жизненное наблюдение не то, что это 100% со всеми происходит, но, по-моему, происходит довольно часто. Этот процесс объясняет, почему детство так важно в жизни человека. Вот именно человека это в детстве, оно важно, потому что это время обучения ответственности, обучения морали. Теоретически, можно было бы родиться взрослым, как в свое время Адам и Хава. У животных в период детства чрезвычайно короткий, ценец, выходящий из яйца, функционирует сразу, ему остается только подождать, пока его тело немного вырастет, чтобы стать таким же, как его мать. В отличие от него, человеческий младенец после рождения кривится, как будто говорят, увы, мне куда-то я попал. И устав от этого усилия засыпает. То есть, в общем-то, действительно, все мы знаем, что человеческий младенец очень беспомощен. Различие между животным, начинающим свою жизнь, и человеком, начинающим свою жизнь, очень велико. Среди всех живых существ, у человека самый длинный период детства, потому что детство – это период специализации и приобретения опыта. Животное, называется это бхима, подобно своему названию. Если разделить на два слова, получается ба-ма. Что в нем? В нем есть что-то. Что в нем есть, то в нем и останется. От рождения до смерти не происходит никаких изменений в его сущности. По галахе новорожденный теленок во всем равен корове. Ну, в определенных аспектах. Может быть, его нельзя еще семь дней приносить в жертву, но это мелочи. А в общем-то нет разницы между теленком и коровой. Не так человек. Во-первых, жизнь дается ему когда-то. То есть, дальше рассматривают разницу, которая между животным и человеком является тем, что у человека есть некоторый другой уровень существования. про животность. Мы вообще не говорим про эту уровень. Человеку жизнь дается как дар, а затем он должен ее заслужить, реализовав заложенный в нем нравственный потенциал. Сначала ты получаешь жизнь как дар, бесплатный. Но она, да, он с условиями. Ты эту жизнь получил для того, чтобы что-то в ней делать. Реализовать заложенный в жизни нравственный потенциал. То есть, в самом человеке есть этот потенциал, но он не развит еще. И он должен его развивать и реализовать в процессе своей жизни. И это то, чем он может заслужить, это да. Тут, я думаю, Рава опирается на всем известный. Пример «Хлебу стыдаю». Многие, наверное, слышали, я все-таки расскажу это вкратце. Это Ирамхаль объясняет, и в Бурдус Мастахтуре в Медражах объясняется, что Бог хотел дать человеку максимальное благо. И это похоже на то, как царь хотел дать максимальное благо своему возлюбленному. И он привел в свой дворец, и тот жил там на всем готовом, но радости этот человек подванному не добавил. Он ощущал себя на русском языке называется «преживальщиком». Он ничего не заслужил, ничего не заработал, ему все дается бесплатно. Это даже в некотором смысле оскорбительно. Для человека важно, как он задуман, наверное, всевышним, и так он устроен. что ему важно самому заработать и получить то, что у него есть, как награду, как законно заработанное, а не бесплатно. Берите все, что хотите на халяву. То есть иногда приятно, наверное, что-то на халяву получить, но жить так. Человек, у которого есть обостренное нравственное чувство, ему это так трудно. Поэтому аналогия со Всевышним, она такая. Бог хотел дать человечеству, человеку максимальное благо, но не хотел, чтобы человек ощущал как хлеб стыда, что называется. Бел хлеб незаслуженный. Поэтому дал возможность ему заслужить это благо. А чем ему этого можно услужить? Мы можем исправить мир и как реализовав заложенные в нас нравственные лица. Только в человеке во время его рождения существует духовный зародыш. То есть в животных этого нет. То есть не то, что они совсем ничему не могут научиться. Например, скажем, кошка должна своих детей научить слезать с дерева. Если она их этому не научила, они не умеют. Потому что инстинкт такого у них нет. Залезть наверх им легко, а вот слезть трудно, потому что если он кошкой лицом вниз слезает с дерева, то у него какого-то не цепляется. А мама учит их слезать с дерева, и она его тянет за хвост за шкирку вниз, и тогда он лезет вниз задом. Но это только так пример. То есть чему-то надо научиться и животным. Но основная разница в том, что у нас есть духовный зародыш. У нас есть нравственный потенциал. в вопросе нравственности животные не развиваются. Их можно, например, животных дрессировать, а вот воспитать трудно, я не представляю. То есть можно дрессировать собаку, и она будет делать то, что от нее требуется. Но нравственности, нравственных критерий, так, чтобы они сами разбирали, что хорошо, что плохо, мы не можем им привык. Мы можем их научить, надо делать так и нельзя делать так. Для них это становится аксиомой. Но вот этого зародыша, духовного зародыша, о котором Рам говорит, животных нет. А человек, он должен породить, из этого зародыша должен породить и поэтапно вводить вовне своего внутреннего мира до момента смерти. То есть он тут говорит о нравственном развитии. Из того потенциала, который заложен изначально человеку. Только на человека возможно реализовать ту скрытую силу, которая заключена внутри него, поскольку только человеку присуща способность Земли к росту и развитию. То есть то, что мы говорили, у Земли была свобода урляк в начале творения. Эта же способность, она, когда уже отнята у природы, природа уже не меняется, она, законы природы после творения остаются неизменными, но способность свободы выбора передалась к человеку. И поэтому он должен вырастить из себя свои духовные листья, цветы и плоды. Если человек не смог воспользоваться, использовать заложенные в нем силы, то он останется на всю жизнь только сыном Бога. он имеет в виду, мне кажется, он имеет в виду, как ты станешь сыном, а не станешь человеком. Творение грия, баря. Бар – это означает, как мы раньше говорили, вынесение наружу. божественности, которая в нем заключена. Баря. Понятно, да? Брия. Он разлагает это слово тоже на два, и получается сотворение заключается в вынесении наружу, выявлении божественности. И это, во-первых, то, что происходит во время творения, а во-вторых, это то, что должен делать человек с той божественностью, которой заключается в нем. А если он этого не сделал, то он не смог вырасти, взрослеть. То есть действительно вот это вармитство взросления человека, оно неразрывно связано со способностью различать добро и зло и поступать нравственно. И совершенствуется в этом. Не останавливаясь на месте, потому что эти вопросы обычно безумно сложные. И чем больше мы живем, тем более сложные задачи перед нами ставят Всевышные. Как перед каждым отдельным человеком, так и перед еврейским народом, так и перед всем человечеством. Вот Таня пришла, я как раз говорил о том, что она спрашивала. Она спрашивала у меня лично, помню, в сообществе. Хочешь что-то добавить, Андрей? Ну, вопрос, да, вот собаку, да, привели пример, что ей там можно обучить, что можно делать, что делать нельзя. И чем тогда это отличается от человека, который получил какие-то жесткие заповеди и научился им следовать, да, он не нарушает каких-то запретов, да, и в чем тогда его отличие, да, может быть, он тоже как бы дрессированное какое-то животное тогда. Огромное отличие совершенно. На самом деле заповеди это просто некоторые, скажем так, в определенном смысле, это важная вещь во многих аспектах, во многих, на многих уровнях. Но в каком смысле это тренировка нашего поведения? Мы на нем можем учиться ответственности, учиться нравственному поведению, что хорошо, а что плохо. И, так сказать, не просто так учат Тауру, например, сейчас дневной лист мы читаем, это Бава-Хаму, да, это отношения между людьми. А если один человек нанес другому ущерба, это не просто так он должен заплатить ему, это некоторые базовые вещи, что ты не можешь наносить ущерб бездонказ другому человеку. Это как бы база всего. Если говорить о заповедях, о том, чему удаузен насучат. Но в общем и целом, если у нас уже есть как бы Шульхан-Арух, условно говоря, или некоторые, так сказать, более сложные, в некоторых более сложных случаев мы можем открыть комментарии к нему, решения мы храним, найти решения, которые нам наши рабоним дают. И действительно, как ты говоришь, получается, мы знаем, что хорошо, что плохо. Но ведь вопрос в том, что служение Всевышнему, исправление мира, оно не происходит в области можно или нельзя. Можно нельзя, это просто наш диалог с Богом и наше служение Ему и наше исправление мира, оно находится в области Ршут, в той области, которая не сказана, как надо связаться. Понимаешь? Когда ты делаешь выбор, реальный, сложный выбор, про который ни в какой книге не написано, своей жизни. Я не говорю элементарные вещи, на ком жениться и сколько детей заводить. Я как раз только об этом и говорила, что нас все время ставят в ситуации очень сложного выбора, и чем дальше, тем сложнее становится выбор. И, например, сегодня в нашей ситуации, когда нам приходится безумно сложный выбор делать, договариваться, идти на уступки, договариваться с бандитами или нет, чтобы освободить заложников, чтобы спасти их жизни. Верить им нельзя им верить. Как вообще поступать? Весь мир начинает кричать, бедные дети в газе, они погибают. А если мы этого не сделаем, то будет только хуже. И это безумная цилема, которая для всех сложна, никто не хочет, чтобы невинные дети погибали. И то, что люди говорят, я могу сказать только слава Богу, что я принимаю решение на государственном уровне. И тот, кто придет и скажет, раз, два, три, четыре, мы делаем так, мы делаем всяк, потому что так написано, это все несерьезно. Нам приходится решать сложные нравственные вопросы, как отдельным людям, как и странам, так и всему человечеству. И это не то, что где-то написано или можно прочесть. Все-таки такое впечатление, что если посмотреть на наше время, то еврейский народ какие-то более сложные вопросы решает. Посмотреть на остальные народы, они как-то проще живут. что значит у них другой возраст, они не дошли до бармицева, получается? Я этого не могу сказать. Я на этот вопрос некомпетентно отвечаю. Я думаю, что на самом деле имеется в виду, что человечество все вместе должно прийти в взросление. На самом деле здесь вопрос не только в том, как решают эти сложные вопросы еврейский народ, но эти сложные вопросы сейчас стоят и перед человечеством, может быть, не в такой остроте. Как к этому относиться? И разные люди, и разные страны относятся по-разному. И они тоже к чему-то должны научиться и понять, какая страна действительно нравственная, какая нет. Это не началось два месяца назад. Мы уже несколько лет живем в очень сложной ситуации в которой странам и отдельным людям приходится делать сложный выбор. Получается, что человек должен перейти из человечества, из состояния Сына Бога, когда Бог несет за него ответственность, до этого Бен-Адама, который уже взрослый, который сам принимает сложные решения, и к этому мы и идем. Да. еще не дошло. Для нас еще много неясно. Я думаю. Может, даже прочесть, может быть, да? А мне я хочу извиниться. Да-да, Таня. Здравствуйте. Мне кажется, очень важно в нашем поколении, наверное, это вообще-то в любом, мне кажется, в нашем осознанность, потому что много информации, много вбросов, и мы часто воображением больше живем, чем реальностью, и идем за своим воображением. И вот если мы как в отличие от других творений, мы имеем интеллект, который способен принять информацию, плюс еще и обработать ее, и дальше включается вот именно осознанность делать вывод. Часто люди идут неосознанно, то есть что им внушили, они не задают вопросы, чтобы самим выбор сделать. И вот этот осознанность, мне кажется, над ним надо работать очень. Совершенно верно, конечно, у нас в этом смысле сегодня вы правы совершенно, Таня, мир очень усложнился, раньше не было такого безумного количества ложной информации. В конечном итоге злодейство было более очевидным, может быть, ложь это ложь. Он всегда прятался за лицемерием, это не новое, но в таком объеме, как сегодня, это, видимо, говорит о том, что человек, человечество должно перейти на новый уровень, как вы говорите, осознанности, понимать, что на тебя хотят воздействовать разные силы и принимать решения, не исходя из каких-то эмоций или под влиянием каких-то какой-то пропаганды, а именно понимая на какой стороне находится добро, на какой стороне зло. Это сложно. Принятие традиции, чтобы это было осознанно, а не просто. Ну, я даже не знаю, почему, потому что то-то-то. А человек, который осознанно, он отвечает на свой вопрос, он ищет ответ, то есть он это сам принял. Тогда это и традиция будет осознанная, которую он следует, а не просто. Тогда он право конечно. Идем дальше, в традиционном еврейском обществе ребенок становится взрослым и ответственным за свои действия в возрасте 13 лет со дня своей бармицы. В таком обществе нет разрыва между этапом физической зрелости и этапом нравственно-социальной зрелости, в то время как в современном обществе считается, что ребенок получает обязанности и права взрослого человека только в возрасте 18 лет или 21 года. И поэтому возникает непреодолимый разрыв между процессом физического взросления подростка и его нравственным взрослением и ответственностью. По мере развития общества этот период взросления ребенка удлиняется. Поэтому современное общество создало своего рода искусственный промежуточный период, называемый переходным возрастом. Этот искусственный период создает много проблем для взрослещего подростка, поскольку он больше не считается ребенком, но еще не признан взрослым. Разница между этими двумя обществами заключается в том, что в современном обществе ребенок считается взрослым и в том возрасте, когда он может служить в армии, то есть когда он может лишить кого-то жизни. В то время, как, согласно Торе, ребенок становится взрослым и получает обязанности и права с того момента, когда он может дать жизнь кому-то еще. Мировоззрения, лежащие в основе этих двух подходов, кардинально отличаются друг от друг. Вот так, все перевернуто с ног на голову оказывается. Почему тебе так кажется? Ну, в традиционном обществе ребенок становится взрослым, когда он может дать жизнь, а в современном, когда он может лишить жизни. И у него вот этот сложный период, с которым много проблем, когда он получается, что искусственно общество его ставит в какую-то пограничную зону. А может быть, было бы лучше, если бы он раньше начинал считаться взрослым. Да, потому что само то, что он ощущение, то, что я говорю, хотя бы то, что ребенок начинает накладывать филин и знает, что это целиком на его ответственности, уже он ощущает, что он взрослый, что на нем лежит ответственность хотя бы за что-то. Конечно, и в религиозных семьях тоже, так же, как и в других, все-таки в 13 лет ребенок не считается взрослым. Он еще ходит в школу, он еще должен многому научиться. Но вот само то, что ответственность на него очень маленькая накладывается за его жизнь, он сам себя не обеспечивает за его поведение, если он плохо себя ведет в школе, то вызывают родителей и так далее. То есть он, в общем-то, не ощущает себя взрослым, не ощущает своей ответственности. И вот он находится, при том, что на самом деле с точки зрения как физической, так и может быть и моральной, он уже, в общем, довольно взрослый человек. Он уже понимает многие вещи. Просто наше общество требует я думаю, современное больше знаний для того, чтобы человек мог вступить во взрослую жизнь и как-то я даже не знаю, почему так получается. Нам очень хочется сохранить их еще детьми. Они еще не выросли. Мне трудно даже, это требует объяснения, почему так сложилось сейчас в нашем обществе. По-моему, это меняется просто кардинально. Вот я смотрю на своих внуков, там, 14-15 лет, уже 16, уже легче, подростковый возраст ужасно тяжелый, ужасно. Потом они как-то стабилизируются и становятся более сознательными, понимающими, куда им надо бежать. По мнению Равы, это происходит именно потому, что есть такая диспропорция между тем, что он, в общем-то, уже взрослый человек, но пока он ничего про себя еще не решает. Родители решают, в какую школу его подставят. На нем очень маленькая ответственность лежит за его жизнь. Делают домашние задания. Мои решают, решают свою жизнь, уже 16 лет решают. 16 лет, да, 16 лет в какой школе это, между прочим, позитивно влияет, хотя бы такие вещи. Чем больше мы решаем за них, тем меньше они, так сказать, берут на себя ответственность. это очень важный момент воспитания детей. Я всегда старалась как можно меньше за своих детей решать. Не знаю, насколько это было правильно, но это что было. Хорошими людьми в России. Михама, напомните, пожалуйста, как сравнивается развитие человека с животными утрецов? Если ребенок родился, он похож на еще маленький, когда очень маленький. Ну, то, что манитур здесь писал, я не знаю, вас не было. Что есть? Они бешилу рюхают, они старые. Извините, у меня ребенка как-то надо было. животные, в общем-то, у них нет морального развития. То, о чем говорит манитур, они развиваются только чисто физически, растут. научатся. Помните, мудрецы говорят, вот, например, от такого-то возраста до такого-то человек и называют животное. Это я не знаю. Я просто сейчас забыла. Если вспомнится, напишите. Мне просто интересно, вот этот возраст, где-то 13 лет и 18, в разное это животное или нет? Я про животных я помню, что такое было но очень смутно. Я знаю, что есть разделение там с 3-х лет, там, с 5-ти лет мишна. Да, да, тоже есть такое. А то про животное. А то про животное. Я посмотрю на это. Что человек должен. А вот про животное, ну, тоже есть какое-то уподобление, наверное, но оно говорит о чем-то другом, я думаю. А тут мы говорим, то есть, о взрослении, скажем, тела, а не духа. То есть, если мы уподобляем животным, то есть что-то такое. А как воспитывать ответственность ребенка? Вот мне нравится, как Равьона всегда, Левина говорит, что задача родителей дать информацию до этого возраста и разные опции, а выбор за ребенком, то есть, он должен знать среди потока информации, пойдешь туда, будет, ну, так, пойдешь туда, будет это. Воспитание, вообще очень сложная вещь. Я считаю, что главное воспитание это личный пример. Если человек растет в обстановке любви, в обстановке, в которой его не обманывают, когда его родители ведут себя морально, то он это впитывает, и он-то, по идее, да, хотя мы видели, что тут с Исабом и Яко не совсем так произошло, были еще какие-то параметры, которые этому помешали. Это не все процентов. Не знаю, мы о них говорим как о символе, метафоре возможностей, которые бывают с человеком. Он должен пойти по такому пути или по такому пути. Но с точки зрения воспитания, действительно, я считаю, что я никогда особенно на них не проверяла домашних заданий, не будила их с утра в школу. Они всегда вставали сами, шли сами. У меня как-то мой зять, нет, ну, не важно, не зять, свойственник, не важно. Мы ехали в какой-то длинный путь, я боялась вечером заснуть за рулем. И я говорю, давай поговорим о чем-нибудь. Он в этот момент как-то не мог придумать никакого хорошего повода, чтобы о нем поговорить. И говорит, давай поговорим о том, как вы загоняете детей спать вечером. Я говорю, послушай, я их никогда не загоняю, они сами ложатся. Подожди, но если они их не загоняют, они же будут там до часа ночи играть или там до всю ночь играть в какую-нибудь игру, я говорю, они так не делают. Если они будут всю ночь играть, они же утром не встанут в школу, как бы. Поскольку все это было на их ответственности, у меня даже не возникало мысли, что я должна заставлять что-то делать. Но его дети тоже выросли, ничуть не хуже, чем мои, так что я не могу сказать, что это какая-то процентная политика, да. Но во всем случае есть в этом что-то, что когда человек действительно уже ощущает свою ответственность, приходится понимать решение сложное. Но меня вообще-то вот когда Андрей прочитал, я просто трепет какой-то возникал. Какой подход, взгляд, что именно с того момента, когда ты можешь ждать жизнь или ты становишься взрослым. это ну потому что если от тебя может родиться ребенок, тебе уже за него полная ответственность. Но об этом как-то не говорят вообще. Вот именно действительно об этом. Если физически ты можешь дать жизнь, это уже как бы предполагает, что человек должен отвечать не только за себя, но и за воспитание следующего поколения и делает его более серьезным. Не то, что он обязан 12 лет уже жениться, сейчас так не делают, но... Но так же и было раньше, в принципе. Так было раньше, да, но так было раньше. А сейчас в еврейском обществе тоже получается отодвигается тенденция. Это было бы не норма сейчас. Не знаю, это не очень хорошо. Чем больше человек откладывает женить, тем сложнее. Но это действительно. это правда, что раньше просто была большая смертность и поэтому старались воспользоваться вот этим раножением. Возможно. Жизнь была, средняя продолжительность жизни была короче, правда. И были другие всякие ограничения, например, не брали там в армию женатых по-моему. насколько я помню Василия, если я не ошибаюсь, у меня сейчас голова не совсем на месте. Ну, ничего с этим не стихи. даже по-туре получают, он может дать жизнь, но в армии он после 18-ти. Да. Еще пять лет у него есть, чтобы продолжить тронет и так далее. по-туре действительно в армию не берут. Но требуется больше. И то же самое в храме, служение в храме они тоже более просто. То есть есть взрослые сцены, есть взрослые. Но тем не менее у нас считается, что 17 лет это уже взрослые. Что это говорит нам о человечестве, когда он с точки зрения Миниту. Что нам это говорит о человечестве, когда оно достигнет своей бармитвы, я не знаю. То есть может быть потом есть еще другой этап более высоких взрослых. Может тогда исполнится пророчество о том, что люди перекуют мечи. Да. Они будут ценить жизнь. конечно. Но может быть есть еще я же говорю в храме тоже служат в более позднем возрасте, в 13 лет. Поэтому есть еще какой-то помимо 13 лет есть еще какой-то этап взросления и с точки зрения даже мирного жизни. Но я не знаю, что это может значить в смысле нашего будущего продвижения после того, как человечество дойдет до уровня бармитвы. Это нам трудно сегодня сказать, я думаю. Нехава, еще там момент в 13 лет и в 12 у девочек это считается, что спускается нишина. Я не знаю, возможно. И поэтому вот когда человек отмечает, то, что он уже понимает и духовное бюще. Возможно. Есть разные всякие тени. Я не хочу вот сейчас углубляться. Ну, вспомните, вот именно в этом периоде люди начинают задумываться о каких вещах, мне кажется. Да. И бывает, что дети выбирают, не хотят жить. У них очень обостренное вот это чувство. Наверное, это действительно какой-то переходный период. Да, наверное. Это только в нашей, может быть, культуре дети не хотят жить, потому что раньше, когда в 13 лет они уже начинали жениться, делать детей и зарабатывать на жизнь, им было не до того. Получается, а сейчас как бы люди стали дольше учиться, образование стало много лет занимать. Поэтому они как бы вот этот возраст отодвигается, отодвигается. То есть раньше, получается, человек получал опыт с 13 лет. Ему там учили какому-то ремеслу, какой-то деятельности и все, и дальше он шел. А теперь неопыт получает знания. Долго-долго получает знания, и потом выясняется, что инфантилизм, что все не только до 18, а еще и дольше, дольше они остаются детьми фактически. И знания эти никому не нужны. Не, ну, нужны, конечно, все-таки нужны. Смотрите, ну, это сложно, и сложные вопросы, например, Раф Шекте тоже отвечает, когда в каком возрасте нужно считать взросление для... Ну, а знаете, были такие вопросы, он на это отвечает. Но я думаю, сейчас слишком далеко уйдем. Это совсем непростой вопрос, действительно. Должны ли мы ориентироваться практически в нашей жизни, на то, что действительно сегодня принято, на то, как сегодня растут дети, хотя, может быть, раньше было это было естественно, было меньше проблем с этим переходным возрастом, но сегодня это факт, что так оно существует. И как-то с этим нужно соотноситься. Тем не менее, у нас традиционно считается, что в 13 лет 12 девочек, как-то я не сказал. А у других народов может быть по-другому, как говорил Раф Шекте, в зависимости от того, какая там культура. Это от многих параметров зависит. Ну, и есть же понятие, что поваление мельчает, то есть, понимаясь академическими знаниями, без Тора человек духовные вещи, он не напитывает душу. Я про это не могу. Ну, те в 13 лет, когда вспомнили. Есть понятие, да, что поколение мельчает, но это, так сказать, относительно такая вещь. Ну, нет, Андрей говорит, что люди раньше больше занимались духовными изучениями Торы и так далее. А потом с развитием науки и вот было такое, много нерелигиозных возникло в еврейском народе. Отошли традиции Торы и, соответственно, вот такой дисбаланс возникал. Мне кажется, тоже... Мне кажется, это немножко не одно и то же. Да, это другая линия, другой процесс. они происходят одновременно. Ты права. Но усложняет? Да. Это не то, как человек... Адам выбрал клуб материального опознания. Автономии. То есть больше академических знаний, больше знаний, чтобы отодвинуться к Всевышнему. И человечество пытается всё время стать более независимым. Ну, это может быть и позитивно. Это, наверное, может быть и следствие того, что действительно мы должны стать взрослыми. не то, что отодвигаться от Всевышнему. Когда ребёнок взрослеет и берёт на себя ответственность, то вовсе не значит, что он отделяется от родителей. Он отделяется от него только в смысле, что отец за него теперь или там родители за него не отвечают. Но связь между детьми и родителями как раз наоборот укрепляется тем, что ребёнок взрослеет. так что когда человечество выбирает автономность, в этом есть, может быть, есть и позитивная сторона. Когда мы поймём, что мы отвечаем сами за то, что мы делаем в этом мире и возьмём на себя ответственность, мы сможем быстрее или ближе прийти к Богу. Если мы такую аналогию приведём между родителями и детьми и между человечеством и всевышлением. Ну, автономность, это, мне кажется, нет, вы имели в виду под автономностью не ту автономность, которую я имела. Нет, это просто, я думаю, то же самое, просто у неё есть разные стороны. Вот, скажем, ребёнок, который встаёт в переходном возрасте и он может вставать, против родителей и хочет быть автономным и уходит из дома иногда и решает какие-то неправильные принимать решения. Мало ли, много чего бывает. Тем не менее, когда он переживает это, это негативная сторона, а позитивная сторона в том, что когда он всё-таки взрослеет, он приближается больше к родителям. Так мне кажется. этот процесс отхода, он может быть, может негативен по своему характеру, да, нехорошо, что человечество отходит от Бога, но это может быть проявлением некоторой общей тенденции, которая есть и позитивная сторона. Понимаешь, что я говорю? Ну да, это типа такой длинный путь, но всё равно к цели. Да, будем надеяться, что он всё равно к цели. Мы хотим продолжить прочесть? Может быть, ты прочтёшь следующее? Да. Из притчи про мирт и игольник, которую мы проводили выше, следует, что понятие бармитсва означает раскрытие того, что ранее существовало только в потенциале. Когда отец освобождает сына, чтобы тот шёл своим самостоятельным путём, в сыне раскрывается то, что было заложено в нём изначально. Так же и человечество в целом. С точки зрения еврейской традиции человечество ожидает мессианских времён и воскрешения мёртвых. Дней своей бармитсвы. То есть мессианские времена – это бармитсва. Дней своей бармитсвы, когда мессианский человек реализует цель творения и будет царствовать над человечеством, которое уже будет способно к родственному поведению и единству. То есть вот этот предел некий временной, как у ребёнка, когда ему исполнилось 13 лет, ему там дают филин. У человечества это впереди, это мессианские времена получается. цель. Татьяна, в чём цель? Она спрашивала меня, правда, в личном чате. Цель такая, чтобы человечество было способно к нравственному поведению единства. Познание единства, что мир един. Я имела в виду вопрос, что чтобы знать, к чему развиваться. Вот к этому мы и результатим. Мне понравился ваш ответ очень. Нет, это не мой ответ, это то, что Монетул пишет. Я думаю, что это главный центральный как бы нет, можно сказать, книги, главная его идея, что человечество должно найти правильную, прийти к правильной нравственности, нравственному поведению, как отдельные люди, так и все человечество вместе. И это позволяет ему быть единым, что это очень важно. Мы, собственно, уже 19.30, хотим продолжить или оставим на следующий раз рабственность? Вопрос. Тут есть же разделение, мессианский человек реализует цель творения и будет царствовать над человечеством. Получается, это какие-то две части человечества, одна царствует над другой? Ну, я не знаю, я не думаю. Я думаю, что это мессианский человек, это некоторое, так сказать, обобщенное понятие. Хотя, наверное, может быть, мы же не знаем, как это все реализуется, да? Когда Равку говорит, что мессия это, может быть, период, а как же царь, мессия, которого мы ждем, он придет и всех нас спасет. А вы говорите, что это период. Но это можно по-разному понимать. Я думаю, что это имеется в виду мессианский человек в обобщенном смысле. Это, наверное, внутренний человек. Человечество внутри будет иметь вот этого мессианского человека. Ну, как мы человек иногда имеется в виду, когда человек, мы говорим такое предложение, когда человек полетит в космос, к примеру. Это просто как употребляется слово «человек». Какой человек? Конкретный человек? Да, какой конкретный человек? Но это на самом деле все человечество. Так же и тут, когда человек дойдет до какого-то или в прошлом, когда человек научился выплавлять металлы. Конкретный человек действительно это какой-то один конкретный человек, но вообще это достижение всего человечества. тоже имеется в виду, по-моему, вот это царство над человечеством. Не то, что кто-то будет царствовать и заставлять, и принуждать все человечество вести себя нравственно. А оно будет царствовать, и тут будет царить нравственность во всем человечестве. Во всяком случае, я так понимаю. Это не исключает того, что может быть какая-то форма управления, в которой будет может быть царь-мессия, который поставит человечество работа, что будет. Это как у пророка говорится, что не будет нужно учителей, каждый будет понимать. будет полна земля знания Всевышнего, будет покрыта как водой. Это изнутри, мне кажется, будет мессианский человек, человечество будет изнутри исходить. И это будет его, ну, как говорит, хорошее начало или плохое царство от вас. Ну, вот такого плана я так-то знала. А, Нехама, а вот вопрос, почему все-таки остается вот этот христианский термин все-таки при переводе воскрешение мертвых? Можно может его как-то лучше... А здесь есть у нас воскрешение мертвых? Ну, там на другой перед этим страничке была. Да, вот. Это не христианский термин, воскрешение мертвых. Это просто... Ну, дословно это же пробуждение спящих во сне, правильно? Нет. Фиат амитим это называется воскрешение мертвых, оживление мертвых, можно... Ну, так... Оживление мертвых лучше, мне кажется, чем воскрешение. Нет, ну, так вот... Есть некоторые традиции, я никогда не слышала, что так переводили. Все переводили. А я даже книжку читаю, оживление мертвых, это написал... Ну, может быть, кто-то так и говорит, но я не думаю, что... Шапиром, Раф Шапиром. Ну, это вопрос перевода, да? Потому что термин на иврите, он однозначно с хиатами тиммом называется. Но вообще-то, по-моему, это нормальный термин воскрешение мертвых. Это не христианство? Как-то оно мне всегда... Его придумывают. Да, ну, я сожалею, но у меня таких ситуаций никогда не было христианства. А, ну да, поэтому вы не чувствуете. Мне как-то оно режет слух. Честное слово. Ну, просто суть хочется почувствовать еврейского термина суть, а не то, как в другом. Ну, суть мы не знаем, я думаю, как это... Потому что, опять же, у разных философов это... Во-первых, никто действительно не знает о предположении или там теории или традиции, скажем, поэтому полностью существует разное. И... И... Как оно будет осуществляться, это... Нам сегодня сказать, по-моему, очень трудно. Я даже не... И... меня, честно говоря, это не очень... На сегодняшний момент не очень... Мне кажется актуальным такой разбор вот этого, как это может случиться. Можно взять различные философы, посмотреть, как они это, как Рамбам, как Луцата это разбирает. Я слышала, что это как бы уже без тел. Уже... Нет, там у Рамбама примерно так, приблизительно так, что сначала все воскреснут в теле, а потом все умрут, и дальше уже будет будущий мир уже бестелесный. Ну, к примеру. Ну, просто действительно... Куда же все поменятся, если все вдруг воскреснут? Не так уж много народу. Ну, моя форма жизни. Нет, нет, нет. А между нами, говоря, это нам так кажется. А если вы возьмете все человечество, которое там современно дамо, их станет приблизительно вдвоем больше, чем сейчас. Не, не то, чтобы какой-то... А на Земле довольно много места. Это как раз меня не беспокоит. Мне кажется, это самое маленькое. Просто чем обзаниматься вообще? Опять тоже об чем заниматься. Ну, а смотрите, то, что мы сейчас прочитали, что будет царствовать мессианский человек в человечестве, это разнес о живлении. Он тут не говорит о живлении, он говорит о цели. Нет, там перед этим на другой страничке было написано воскрешение. И было написано. Вот-вот внизу человечество ожидает мессианских времен и воскрешение мертвых. Ага. И это вот барлигство, когда мессианский человек будет царствовать. Да, ну, значит, так. Значит, будет и воскрешение мертвых. Это можно будет допустить тогда, когда все человечество уже будет на таком нравственном уровне, что представьте себе, да, кто будет воскресать какие-то люди совершенно других эпох, других времен, и всех мы сможем адсорбировать наш мир и научить их, как у нас теперь тут прекрасно жить. Это что-то такое фантастическое. Иран даже об этом не говорит, но можно себе вообразить. Да. Да. Не при нашей жизни. Наверное, вот этот филин, который дают ребенку, это храм, который как на круглую голову куб, так же и храм на земле поставить. Это будет филин для человечества, и оно будет чувствовать ответственность. Я не знаю, я такого не слышала. Хорошая визуализация, надо запомнить. Я такого не слышала у подавления, но почему нет, да, может быть. И со сферот сходится как раз. Если знать, ну, как бы, да, очень интересно, просто трепетно читать. Да, но, в общем, главная суть здесь в том, что Рава объясняет здесь там ту цель, к которой в общем должно человечество прийти, а потом будем говорить постепенно о том, как человечество к ней двигалось и почему не дошло до сих пор. Ну, более-менее. Но в следующий раз тогда поговорим о нравственности. Мы уже говорили немножко в этот раз о том, что нужно, человечество сможет удостоиться получить по праву то, что получило из милости. Это огромный шаг, конечно. То есть до сегодняшнего дня мы все еще получаем из милости. Еще не заслужили до конца получить это по праву. Ну, поговорим тогда об этом в следующий раз. Спасибо всем, что были. Спасибо. А вторая часть книги делается уже? Да, вторая часть делается, но не знаю, как, я боюсь пока обещать что-то. Ну, понятно. До свидания всем. До свидания. Спасибо. До свидания. Всем хороших новостей. Всем хороших новостей. До свидания. Всего доброго.